Эй, рожденный в СССР! Эй, рожденный в СССР! Впервые слово «рок-лаборатория» прозвучало, если мне память не изменяет, в 1985 году. А уже через год состоялся первый фестиваль отечественной рок-музыки. А еще раньше, в конце 70-х, появился феномен советского времени – уникальная магнитофонная культура. В рамках жестких запретов, недостатки информации и расцвета подпольной музыкальной свободы возникла целая структура, которая стала мощной альтернативой официальной фирме «Мелодия». Один из организаторов Московской рок-лаборатории, обладатель уникальной музыкальной коллекции эпохи советского андеграунда Александр Агеев и журналист-писатель Владимир Марочкин сегодня у меня в гостях в прямом эфире. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр. Рад вас видеть. Счастливая улыбка озарила лицо. Александр, как настроение, Александр? Очень хорошее. Потому что ностальгия, вот она сейчас здесь чувствуется. Любите взгрустнуть, поностальгировать? Очень, очень. Но слеза не пойдет. Не пойдет? Нет. А вот странно, что слеза не пойдет. Мне кажется, все равно лучшее, интересное, самое драйвовое в вашей жизни было тогда. Тогда. А не сегодня. Да, но тогда было очень весело, несмотря на трудности. И чем больше трудностей, тем мы больше сопротивлялись, и это придает энергии. Вот знаешь, Саш, я читаю иногда лекции для молодых журналистов, и они мне говорят, вот как вот жалко, что мы тогда не родились. Я тоже такой слышу. Современная молодежь это говорит, да? Да, сегодняшний молодежь. Я такой тоже слышу. Им сегодня не хватает героизма, нет повода для того, чтобы проявить свои силы. А тогда был повод, в общем-то, преодоление всех запретов. Вся наша жизнь тогда поводом была, да? Каждый день просто, который сопутствовал и опасности, и все прочее. Молодые люди, вот что я понял сейчас. Подойдите, пожалуйста, поближе к экранам телевизоров. Вы после часа, проведенного с нами, с тремя мужчинами, будете очень переживать и жалеть о том, что не пожили тогда в то время, во времена в СССР. Сейчас я хочу рассказать вам поподробнее о моих сегодняшних гостях, визитной карточке, потом вернемся в студию. Владимир Марочкин родился в 60-м году в Пензе. Окончил факультет журналистики МГУ. С 87-го года работал в Московской рок-лаборатории, возглавляя редакцию журнала «Сдвиг» и газеты «Сдвиг Афиша». Был одним из ведущих программы «Вечерний курьер» на радиостанции «Юность». В дальнейшем издавал и редактировал музыкальные и молодежные издания «Альманах про рок», газеты «Дверь в рок-н-ролл» и «Загубленное детство», журналы «Давай-давай» и «Русский рок». Автор первой советской рок-энциклопедии «Рок-музыка в СССР», книг «Повседневная жизнь российских рок-музыкантов», «Хроноскоп русского рока» 1953-2004 годы, «Песни нашего поколения» и других. Как режиссер и сценарист снял документальные фильмы «Урок французского», «Адвокат беляк», «Бенд энд человек», «Рок с начинкой», «Ностальгия по Ташкенту», член Союза писателей России. Александр Агеев родился 25 сентября 1951 года в Москве. Окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. 13 лет проработал в проектном институте «Мозги про транс». В 1986 году начал работать в Московской городской творческой лаборатории рок-музыки при Министерстве культуры СССР в качестве заместителя директора, администратора по концертной деятельности. Был одним из организаторов студии звукозаписи «Колокол». В 1993 году уехал работать в США. Более 40 лет коррекционирует записи рок-групп со всего Советского Союза. Так, люди уникальные коллекции, у них уникальные знания, уникальными они обладают багаж. Здесь в голове, безусловно, уникальный чем бы они в СССР не занимались, а вы только что услышали, что они были не сразу близки к рок-музыке, к написательству, к режиссуре, к сценариям, ко всему прочему. Тем не менее, сегодня у меня в гостях те люди, которые знают о рок-музыке, да и вообще о музыке. Вот Марчкин, мне кажется, знает не только про рок-музыку, он знает и вообще о музыке очень многое, и не только что знает, пытается до нас это все донести, издавая вот эти вот замечательные книги. Это трехтомник, да, Владимир? Пока да. Пока? Пока да. Надеюсь, что будет он четырехтомник, может даже пятитомник. Ну, поживем, увидим. Вы начали с 60-х, да, судя по тому, что я держу в руках сейчас? Потому что в годах в 60-х как бы рок-музыка-то и началась. Она началась, как мне представляется, с Павлета Гагарина. Слова «поехали» было как взмаха дирижерской палочки. Это 70-е, мы видим сейчас уже так. И вот миллионы, наверное, мальчишек и девчонок по всему свету схватились за гитарой и начали искать вот тот звук, звук поколения, звук эпохи. То есть рок-музыка, она вот здесь началась. Она началась здесь у нас в Советском Союзе. Толчок был прям отсюда. Гагарин главный рок-музыкант, я теперь понял. Гагарин. Так, космос и рок-н-ролл – это очень близкие понятия. Конечно, так сказать. Во-первых, рок-музыка невозможна без научно-технического прогресса. Потому что гитары должны звучать как-то. Должны быть комбики, должны быть усилители и прочее. Ну, это рок. А космос – это полет в неизведанные. То есть, Гагарин летел, непонятно было, что там его ожидает. И вернется ли он вообще на Землю. А первые рокеры, ну, тоже ведь неизвестно, что их ждало. Они тоже открывали как бы терры инкогнито. И, собственно говоря, вот как вот мальтишки века 17-го, даже, может быть, там, 16-го, они становились матросами, нанимаясь на какие-то корабли, уплывали в океаны, открывать новые земли, становились иногда даже пиратами. Вот такая же вот была у рокеров мечта покорить другие страны, другие народы, но песней покорить уже весело оружие. Ну, здесь же не только про рок-н-ролл вы пишете. Вы пишете и про Виа, да, и про Бардов. Да. В этих тримптомнике. Вот у меня сейчас в руках 80-е. Будут 90-е, да, наверняка? Надеюсь. Нулевые пойдут, да? Надеюсь. 2010-е. 10-е пойдут. Ну, если мы доживем до начальных окончаний, нам нужно еще пережить прилет инопланетян 24-го декабря. Ну, если все с космоса начиналось, может быть, им же и закладывать. Вот я как раз и думаю, что музыку, которую слушали инопланетяне, первые, которые привезли вот нам сюда, вот те самые там аннунаки, как пишет Захарий Ситов, либо нефилим, как вот их, значит, Библия и называет, ну, под звуки космических двигателей, конечно, они слушали хард-рок. Я думаю, что какая музыка? Конечно, не пастораки какие-нибудь, так сказать. Должна быть мощная музыка с мощными мечтями. Хотя, с другой стороны, вот я сейчас думаю, действительно, тогда поле для написания было богатое. 60-е, 70-е, 80-е. Вот описывая десятых, вы певицу Глюкозу будете вспоминать, наверное, да? Сейчас есть новое поколение бардов, рок-бардов, которые мне очень нравятся. У них очень интересный месседж, который они несут зрителям. Вот, они могут быть и бардами, они могут быть и рокерами, но это Павел Фахардинов, это Андрей Козловский, это Сергей Конульников. Песни, которые сегодняшние, они современные. И почему барды? Вот самое интересное, что их главная площадка, это тот же самый Грушинский фестиваль, который нам известен с 69-го года, как место сбора всех бардов Советского Союза. Так теперь они ходят не за туманом уже туда, да? Не за запахом тайги? Я думаю, что они ходят и за туманом, так сказать, но они ходят туда с рок-гитарами. Это уже немножко другая подача, да? Это другая подача, это другой месяц, это некий иной образ. Символ другого времени уже, да? Да, да. Хотя те же самые рюкзаки, те же самые палатки, те же самые спальники, ну, почти те же, других фирм, наверное. Александр, мы вам тоже сегодня слово предоставим. Вы не расслабляйтесь, пожалуйста. Я не согласен. Они не ходят никакой, и не ищут там туман. Они хотят убежать из этого ужасного города. Из Москвы? Из Москвы, из других городов. Крупных городов, да? Да. И просто там, на природе, у них лучше это все сочиняется. И они общаться могут не через интернет, а лично, да, тронуться. Мальчик да, девочки, а девочка да, мальчик. Что сегодня становится редкостью, с каждым днем все больше и больше, да? Да, и это не значит, что секс, драксы, рок-н-ролл, но это очень важная часть, чтобы сбежать, сбежать, покинуть этот гнусный город. У нас есть традиция. В начале программы я прошу своих гостей адресовать зрителям какой-то вопрос. Что-нибудь ностальгическое у них спросить? Спросите? Я могу. Начнем с вас, Александр, давайте. Да, вот сейчас 40 лет группе «Аквариум», очень много у «Аквариума» поклонников. И в этом году будет 40 лет. И в одной из песней «Аквариума», которая называется «Два тракториста», один тракторист идет и читает книгу, а другой играет на баяне песни двух групп американских. Вот вопрос такой, а что это за группа? Они реально существуют. Так что за группа в песне «Два тракториста»? Какая группа имеется в виду? Я думаю, что фанатам или поклонникам группы «Аквариум» этот вопрос не покажется сложным и ответить не составит большого труда. У вас будет вопрос какой-то к зрителям? У меня даже не вопрос. Или вы тоже поклонник большой группы «Аквариум»? Я, безусловно, поклонник группы «Аквариум». Девушка пришла. Подождем, Верочка, сейчас послушаем еще один вопрос и потом ударим. Ну, я люблю всех или почти всех. Такая была песня у Майки. Я люблю всех, ну, почти всех. Вот, поэтому у меня и вопрос немножко шире. Даже не вопрос, а такое пожелание. Поскольку мы сегодня говорим об уникальной магнитофонной культуре, которая родилась здесь, у нас в Советском Союзе, вот, может быть, наши зрители вспомнят, где, когда и, может быть, даже при каких обстоятельствах они впервые записали подпольные советские ансамбли. Так, два непростых вопроса, дорогие друзья. У меня к вам единственная просьба отвечать лаконично, коротко на эти вопросы, особенно на вопрос Владимира, можно развить эту тему до бесконечности, вспоминая свою первую магнитофонную подпольную запись советского рока. Но, тем не менее, достаточно назвать только, кто это был, да, наверное, из исполнителей. И очень короткая, может быть, история. И, конечно, вот песня «Два тракториста» просто очень хочет услышать историю создания этой песни Александра Агеев. Верочка, может быть, чайку нашим гостям? Да, нашим гостям здесь очень понравилось. И Владимир говорит, эх, хорошо бы сейчас три тарелочки борща. Я думаю, он скажет, эх, хорошо бы сейчас не чайку, а что-нибудь покрепче маханать. Да, ну, чайку мы вас можем, да, угостить. Спасибо тебе большое, Верочка. Спасибо, Верочка. Если у тебя будет на подходе, ты не стесняйся мужичкам, ты занеси. Мы с удовольствием по тарелочке сегодня в конце эфира, а может и после эфира, если получится. Хорошо? Попробуй. А пока что Ларису из Москвы хочется послушать. Лариса, здравствуйте, добрый вечер. Я хотела ответить на первый вопрос. Один из них сартера лелеет в кармане, и этим сознанием горд. Другой же играет порой на баяне, сантану и везер и порт. Лариса, я вас люблю. На второй вопрос я записала в ДДТ. I am live in the way Шевчука, моего любимого, и ныне здравствующего. Спасибо большое, Ларисочка, вам за ответ. Вы вот наша постоянная телезрительница, звоните нам часто. Лариса, мы ларисы. И, судя по всему, вы человек продвинутый в рок-н-роле, и не только. Сразу же потянулся за подарком. Саша хочет вам преподнести его. Ну, давайте мы в конце программы подведем итог. Я расскажу и про подарок, и про все. Запись действительно уникальна. Мы про эту обложку еще поговорим, да, через какое-то время. Пока что давайте я вам покажу первый сюжет, потом вернемся в студию. Советский рок. Он существует уже четверть века, но по-прежнему в фокусе споров и противоречий. Что это? Искусство или балдеж? Западную ловку или современный городской фольклор? Голос перестройки или продукт застоя? Гордый духом, жесткий враг, победит в войне любой. Сила слуха вскроет нос между жизнью и мечтой. Рок собирает познамена силы добра. Рок — наше дело, наша вера, наша слеза. Рок — наше дело, мы утверждаем, вот навсегда. Что, ребята, на этом концерт наш закончился. Рок навсегда поет московский хэвэ-матал Круиз. Но, как видите, им не всегда удается закончить песню. Рок, болезнь, агрессия или праздник? Рожденные в СССР, люди, знающие о Роке все или почти все, Владимир Марочкин и Александр Агеев сегодня у меня в гостях в прямом эфире. Вот подобных ностальгических сюжетов будет несколько, как они будут нас окунать в атмосферу того ностальгического времени, о котором мы сегодня будем говорить и о котором будем вспоминать в течение наших оставшихся 45 минут прямого эфира. Только что Володя сказал, что было такое. То есть это о таких вещах, да и вы, Саша, знаете, не понаслышке. Когда концерты прерывались, доходили не до конца, и вот разгонялись там и так далее. Это была замечательная история. Это история, которая сформировала группу Ария и группу Мастер. Когда Арию разрешили официально, они поехали под названием не Ви, поющие из сердца, а именно группа Ария, хэви-металлическая группа Арии. У них был концерт в Ставрополе на родине Михаила Сергеевича Горбачева, где, конечно, полагалось ходить в галстуках пионерских, ходить строем, тихонечко, вежливо и аккуратно. Вот, и представьте, там приезжают хэви-металлическая группа. Конечно же, вся молодежь ринулась на сцену. Викштейн Виклиякович, покойный уже продюсер группы Ария, один раз звук выключил и попросил всех сесть на свои места. Только Ария начала играть. Все повторилось. Повторилось все то же самое еще с большим размахом. Он второй раз выключил звук, и концерт, конечно же, прервался. После этого в гостинице ночью был большой разговор музыкантов и Викштейна, после чего четыре музыканта группы Ария, вот того состава, первого состава группы Ария, они решили уйти и сделать группу Мастер. Это Андрей Большаков, Алик Грановский. В принципе, готов с ними был уйти и Кипелов в тот момент, кстати. Но все-таки Кипелов остался в группе Ария. Вот, собственно говоря, благодаря... Это 87-й год. Это 86-й год. А Мастер впервые дал концерт в мае 87-го года. У них скоро юбилей 25-летний. Ну, в рок-лаборатории уже была, да, судя по 86-й? Она же в 85-м появляется, да? Я появился там в 86-м году. Вы в 86-м появились уже практически? Я был инженером, но потом мне что-то так тяжеловато стало, и я решил сдаться. Позвонил Шумову, Троицкому, позвонил Лепницкому, сказал, вот там набирается человек в рок-лабораторию на административную должность. То есть абсолютно ваша инициатива была, да? Да, я просто во время обиденного перерыва, следя за пинг-понговым шариком, который играет там, тык-тык-тык, решил, подошел к телефону, позвонил всем этим людям и сказал, я хочу. И через несколько дней я стал работать. Первое мое было задание – это организовать рок-елку в кафе «Молодежный». Ну, справились, да? И она была полностью, да, я оправдал доверие. Ну, никто и не сомневался, и все поддержали. Это был сухой закон, нельзя было сперва. Потому что уже знали, чем занимается Александр Рагиев, а занимался он тем, что он записи подпольно распространял. И все писали у него, и у меня вот целые записи, которые Саша мне писал, на магнафонные бобины, 525 метров, там, на Симутилу, ШВДТ. Подпольным писателем был известным, правильно? Как это произносите? Подпольный писатель. Ну, конечно, конспирация была строгая, но те, кому нужно было знать, где взять новые записи, свежие записи советских рок-групп, они знали. Это, конечно, студии Колокол и Саша. Колокол тогда еще не было. Но это был так называемый союз писателей. Колокол был организован в 1986 году в рок-лаборатории. Мы подойдем к Колоколу, к вашей студии, к вашему писательству подпольному, и не только. Обязательно подойдем через какое-то время. Раз заговорили про рок-лабораторию, насколько она была официально создана, эта организация? Сначала она была общественной организацией. То есть первый порыв был общественный? Ну, она была при едином научно-методическом центре культуры. Но она считалась как общественная организация. А вот с 1986 года, уже когда появилась там Ольга Николаевна Опрятный, директор, женщина просто потрясающая. Это только благодаря... Чем главный в Московской рок-лаборатории? Ну, она главная, по-моему, вообще в роке. Я очень уважаю и Ленинградский рок-клуб, и Коля Михайлова. Ну, конечно, тут просто железная леди. Это Маргарет Тэтчер такая рок-музыка. Это правда. Уникально тем, что нужно было же договариваться с властями, с горковым партией, горковым комсомолом, естественным культурой, управлением культуры, исполкованным совета. И вот как раз Ольга могла найти какие-то слова, убедить людей. Так сказать, что... Это официальная информация, что комсомол, партия и лично товарищ Гришин приложили все усилия для того, чтобы жила-была Московская рок-лаборатория. Но тут же эти же самые люди поставили столько рогатых, препонов и стали так прессовать это все дело. Потому что они были на грани лезвия. Чем 85-й год. То есть рок-лаборатория это уже вот такой распустившийся цветок фактически. Рок у нас в принципе начался года с 65-го. Русский рок. Вот отсюда ведется как бы отсчет истории нашей рок-музыки с песней группы «Сокол», «Солнце над нами». И вот знаете ли, какая интересная история. В тот момент, конечно же, группы создавали люди, которые имели возможность слушать музыку. То есть очень часто это были люди из каких-то известных семей. Группа «Сокол». Юрий Ермаков, лидер группы, его отец был генералом. Он был одним из руководителей ПВО, который защищал, так сказать, нашу страну от малых каких ракет. Игорь Гончарук был сыном ни много ни мало главного редактора журнала «Коммунист». А Слава Черныш, клавишник группы, был женат на дочке председателя КГБ СССР Семичастного. Поэтому группа была очень даже непростая. Но музыку они играли очень интересную. Жалко, что записи вот тех лет не сохранилось. Уже сейчас мы сделали какие-то ремейки, то есть несколько песен группы все-таки можно... То есть поблажки были для этих ребят, да, определенно? Им позволялось кое-что, да? Что-то по близким родственным связям. Ну вот, скажем, андеграунда в годах 60-х, как такового, вот как это было в годах 80-х, не было. Конечно, рок был некой такой частью культуры. Но кто-то слушал Магомаева, кто-то слушал группу «Сокол». У них концерты были, бывало, что по 4 раза в неделю. То есть они были настоящими профессиональными музыкантами. И потом даже их взяли на работу в Московской басной филармонии, где они, так сказать, успешно работали в течение года объехав, наверное, половины Советского Союза. Вот. Вопрос в другом, что на их концертах, на подпольных концертах, кстати, группы «Сокол», присутствовало много молодых лейтенантов госбезопасности, которые, став годам к 80-м полковниками, и вот годы 70-е, когда рок-музыка все-таки была под прессом, ну, это моя версия перестройки, так скажем, они решили, что надо все-таки как-то вот этот дух молодости возродить. Они сделали и Ленинградский рок-клуб, кстати, это все делалось под влиянием и под эгидой госбезопасности. То есть те лейтенанты там не только по долгу службы присутствовали, да? Естественно, душа пела. Да, вот душа пела, именно так. И Московская рок-лаборатория во многом была сделана усилиями комитета госбезопасности. Это даже не секрет, это, в принципе, известно. Вот, по поводу того, что пела душа. Я думаю, что Саша может подтвердить, на концертах присутствовали даже, вот они просили билеты, всегда приходили в рок-лабораторию, просили билеты. Они не приходили, нет. Ну, кого-то присылали. Им выделялись эти билеты так, да? Нет, я все выделялась. Я был главный администратор, у меня был самый лучший зал по тем временам, это горбушка. Ну, горбушка тогда, это мы вообще-то придумали, само слово горбушка, потому что оно как-то в народ пошло. Вот, у меня был план зала, и там, когда я с дирекцией проводил фестивали, там были отмечены в зале, где они должны сидеть. Я знал эти места. Я всегда ходил, ну, там сидели какие-то девушки, может быть. Да, девчонки больше были. Дети, скорее всего, этих полковников. И они, конечно же, пытались воспитывать своих детей вот в духе рок-н-ролла. Они помнили, что в их юности это была хорошая, добрая, душевная музыка, в которой, ну, не знаю, вот солнышко отражалось. Ну, вот сейчас я вам покажу сюжетики, я хочу вам показать мнение Алексея Козлова. Мне кажется, вы можете с ним поспорить в какой-то ситуации. Мы говорили уже про официальные крыши, которые сопутствовали рок-музыке тогда. Он возглавлял секцию рок-музыки при Союзе композиторов. Вот, что он говорил о советском роке. Нам помощь оказалась. Давайте послушаем. Этот концерт был организован в рамках 10-го фестиваля московской осени. В этом году Союз композиторов решил провести свой фестиваль московский и показать москвичам самые различные направления музыкальной культуры. Есть приверженцы рок-музыки, есть явные его противники. Но если музыка талантлива и исполнение на высоком профессиональном уровне, то от нее отказываться нельзя. Итак, два года назад при Союзе композиторов была создана секция рок-музыки. Возглавил ее руководитель рок-группы «Арсенал» Алексей Козлов. Десятки, даже сотни ансамблей в разных городах, которые считались подпольными, неофициальными, сейчас получили полную возможность работать. Сейчас словом рок называют любую музыку, где есть ритм и где поют. А что же такое рок-музыка? Ну вот на вопрос, что же такое рок-музыка, ответить однозначно нельзя, потому что в каждый период истории развития рок-музыкой этим называлось совсем другое. И через некоторое время то, что называлось рок-музыкой, становилось чем-то другим, в частности поп-музыкой. По-настоящему рок-музыкой сейчас наша молодежь не интересуется. Она интересуется поп-музыкой и различными формами острого социального протеста, облаченного в форму такого музыкального театра, где музыканты являются всего лишь аккомпаниаторами, в то время как рок-музыка предполагает все-таки наличие виртуозов, исполнителей, композиторов, аранжировщиков, как это было в период расцвета рок-культуры, то есть с 67-го где-то по 75-й год. Ну, наверное, можно поспорить, да, с коллегой, безусловно? С одним словом. С каким? Музыка протеста. Музыка протеста? Никакого протеста там, конечно, не было. Я думаю, вы скажете, что молодежь интересуется поп-музыкой с элементами протеста, вот и все. А рок-музыка не интересуется как таковой. А рок-музыка вообще есть, все, что попало. Вот только если... Нет, Алексей Семенович, он, конечно, вклад огромный внес. Он у нас присутствовал на тарификации. Тарификация — это такая была штука очень интересная. Это вот у вас в рок-лаборатории. В СССР ведь был закон, кто не работает, тот отправляется за 101-й километр. То есть это было очень серьезно. Поэтому вы работали, Александр, да? Нет, не я работал, а опрятно. И мы принимали музыкантов в рок-лабораторию с трудовыми книжками. У нас еще такая была Оля Жигарева, она принимала их прямо официально. Кадровичка. То есть функция рок-лаборатории — трудоустраивать еще музыкантов. Да, трудоустраивать. Заплатить им зарплату, да? Ну, насчет зарплаты было сложно. Сложнее, да? Да, сложнее. Это всегда сложно. А вот именно справка о том, что они числятся музыкантами, у них было в трудовой книжке написано слово «великолепный музыкант». Уже не участковый, никто там не мог им сказать. А как бы вы трудоустроили первыми? Помните? Кто из музыкантов был трудоустроен на первом этапе пути? Сразу вот то, что Алексей Семенович показывает группу «Нюанс». Вася. Вася Шумов, потом был «Вежливый отказ». «Ночной Проспект», «Николай Коперник», «Прощай молодость». У нас было около 400 в конце, около 400 трудовых книжек. Уже переводим. У нас с вами ряд музыкантов. Мне кажется, многие из них были тогда официально трудоустроены в Московской рок-лаборатории. «Николай Коперник» «Николай Коперник» «Все это даже дров!» «Все это даже дров!» Ну, ряд, безусловно, из этих музыкантов были членами, участниками рок-лаборатории. Саша Скляр, Шумилов. Гарик Галанин, да. Кинчев был трудоустроен на Ленинградском рок-лаборе. «Наши друзья». Была такая справка у Джаны с Тингрей. Да, девушка там, блондинка, прыгает. Она очень хороший вклад внесла. Вот она пробила и помогла. Кто-то мне рассказывал, не помню, по-моему, к крематории, когда приходил. Что, и силой кого-то затаскивали в рок-лабораторию московскую? Ну, так, силой особо нет. Для того, чтобы официально дать возможность выступать. А, ну, каждую субботу мы проводили прослушивание, и не всех брали. Это, ну, так, насчет силы нет. А кого нельзя было брать? Кто не мог бы стать членом рок-лаборатории никогда, ни при каких условиях? Что для этого нужно было иметь? Тексты какие-то незаурядные, внешний вид несоответствующий? Нет, это наоборот. Это наоборот. Если группа была... Ну, например, приходил «Мираж», да, они приносили свою кассету. Ну, мы очень... Нам понравилась группа «Мираж». Вам попса приходила тоже? Ну, у них тоже были трудности. А мы вроде как были официальные, и они думали, что мы сейчас им намажем на бутерброд, там, хлеб. «Мираж»? Вы не намазали? Они себя позиционируют как андеграунд коллектив? У нас было не так много денег, как об этом говорят партийные ячейки. Я слышал, что вы были не бедные организаторы вовсе. Ну, не бедные совсем, конечно. Мы проводили фестивали по три дня и два раза в год. Ну, такие серьезные. И у нас всегда был аншлаг. Вы сказали «Мираж» — альтернатива? Они себя позиционировали как некая альтернативная официальная ансамбля группа. То есть так они были придуманы. Вот это диско они играют, не делая рекламу на телеканале, не делая рекламу в радиоэфире. Они себя распространяли именно вот тоже через союз писателей. И возникла проблема у «Миража» потом, что было создано там штук 20 или 30 каких-то поддельных «Миражей», которые под этим логотипом путешествовали. Ну, это все знают. Но это не «Мираж» было. «Мираж»-то был, так сказать, их там было два. «Мираж» был один. «Мираж» был один, который заколачивал «Бешеные бабки», распространяя, тиражируя собственную грунту. Это все немножко было потом. Ну, хорошо, давайте мы сегодня не про «Мираж» говорим. Друзья мои, я вас призываю немножко активизироваться. Конечно, молодец, Лариса из Москвы. И мы почти что пообещали ей этот диск. Да не вручим, мне кажется. Знаете, почему? Потому что я хотел бы, чтобы все равно, как бы в честной конкуренции сегодня одержали победу вы и рассказали нам о своих первых подпольных рок-записях. Что у вас звучало на магнитофоне? Где доставали? Самый лучший, самый интересный ответ. Мы адресуем вот этот вот уникальный диск «Аквариума». Это непростой диск. Чуть попозже мы расскажем о его уникальности. Он действительно незаурядный. И сама обложка тоже незаурядная. Авторская, по-моему, да, Саша? Авторская, да. Да, это Андрей Вилли. Вилли Усов. Вилли Усов, да. Это самый лучший фотограф в Питере. Но это мое мнение. Это просто... Вот делал шедевры, обложек. И это не только твое мнение. Да, да. Скажите, для того, чтобы прийти в Московскую рок-лабораторию, нужно было пройти какое-то методическое прослушивание, да? Да. Кто-то сидел в комиссии, было своеобразное профессиональное жюри. Не столько консистенции, художественный совет. Градский, Пушкина, по-моему, присутствовали? Пушкина нет. Пушкина нет, Градский иногда был, был Петя Мамонов, был Жариков, Сережа. Троицкий, соответственно, Юр Орлов, Саша Скляр, потом Лепницкий, Саша. То есть, в принципе, там присутствовали лидеры групп, которые уже вступили в рок-лабораторию. То есть, такое непредвзятое отношение было, да, к приходящим? Да. Наоборот, искали какие-то новые группы, искали каких-то людей, которые выглядели не так, как это принято на официальной сцене. Вот таким людям рок-лаборатория была родным домом. Вообще, рок принято считать таким заменителем солнца в пасмурный день. А вот для неформалов рок-лаборатория была родным домом, таким вот солнцем в оконце. В общем-то, потому что, ну, действительно, милиция в годах 80-х лютовала, выискивая этих вот рокеров-тунеядцев, которых направляла, так сказать, какие-то, значит, работы принудительные. И рок-лаборатория создала, фактически, такая, знаете ли, была рокерская филармония. Можно было поехать, так сказать, в общем-то, куда угодно. Вот мечту свою реализовать. Даже такой был негласный конкурс у рок-групп, кто дальше заедет. Вот группа-нюанс, наверное, выиграла этот конкурс негласный, они были в Певеке, а потом уехали в город Новои, это вот самый такой юг. И там была очень забавная ситуация. Встречали группу просто вот там чуть ли не на аэродроме, куда они прилетели, с транспарантами, да здравствует русский рок и тому подобное. И там было заявлено аж 8 концептов. Это была первая рок-группа, которая приехала в Новои. А нюанс ставился своим шоу. И там клавишник Андрей Шмыгов, он во время песни стулья, он спрыгивал в зал, бежал по залу или там, допустим, по балкону, потом возвращался обратно по спинкам стульев. Ну, песня стульев. И вот надо же было такому случиться, что во время третьего концерта из 8 Андрей Шмыгов, возвращаясь по спинкам стульев на сцену, наступила на плечо первого секретаря горковой партии города Новои. Это был третий и последний концерт нюанса в этом городе. Возможно, там вообще больше не было рок-концертов. У меня забавная статья попалась в руки сегодня. Вы можете опровергнуть, особенно вы, Саш. Естественно, все там контролировалось. Поначалу это очень датировалось государством. И опрятные с Агеевым не могли ничего лишнего положить себе в карман. Первые несколько лет, я точно не знаю сколько, это была абсолютно государственная организация, от начала до конца созданная комсомолом. И все планы, отчеты сдавались в комсомол. Все шло через КГБ. На всех были заведены анкеты, трудовые книжки и так далее. Конечно, это было создано именно для контроля. Потом, когда комсомол развалился, это стало чисто коммерческой организацией. Что здесь неверно? Ну, конечно, что комсомол еще существовал, а рок-лабораторию уже развалили. Это раз. Во-вторых, значит, с концертов, конечно, да, деньги мы не получали, потому что мы работали на официальных билетных книжках, и все сдавалось в бухгалтерию. У нас была только зарплата. Группам выплачивали ставки, вот после того, как Алексей Семенович Козлов, он принимал тарификацию и убедил, что должны быть ставки у рок-групп. Это все, что касается... Наверное, есть смысл сегодняшнему зрителю объяснить, что такое тарификация. То есть, у групп, у официальных артистов, будь ли это Магомаев, будь ли это группа рок-лаборатория, существовала определенная категория оплаты. Магомаев получил 200 рублей с концертов. Кажется, у него своя ставка была. Петр Николаевич Мамонов 5,50, как без ставочника. Ему не дали ставку. Звуки ему не понравились комиссии, которые принимала... Комиссия была из Минкульта, совершенно официальная. Такая же комиссия принимала все официальные ансамбли и всех эстрадных певцов, которые были у нас в Москве и вообще в Советском Союзе. Здесь же тарифицировались рок-ансамбли. Именно для того, чтобы получить ставку, чтобы они могли официально получать зарплату. Не какие-то левые гонорары, которые они получали, допустим, на левых концертах. Ведь тоже была проблема. Левые концерты их же тоже устраивали. Это тоже некая тайна пись рока. И часто людей там сажали после этих левых концертов. И милиция охотная. Не милиция, а ВХСС. Сейчас не все знают, как расшифровывается эта аббревиатура. А тогда все знали, что это была реальная угроза. Меня тоже однажды брали с деньгой на кармане за организацию концертов. К счастью, окончилось все так благополучно. Потому что та сумма, которая была у меня найдена, не впечатлила следователей. Она была совершенно небольшая, потому что и концертик-то был небольшой. Но потом я еще сделал так, что они нашли у меня только 19 рублей, откровенно говоря. Но эти 19 рублей, они даже не шли в карман у строителям. Это нужно было заплатить за аппарат, на котором играла группа, за автобус, чтобы привезти этот аппарат, так сказать, охране, чтобы она охраняла. Потому что бывали такие случаи, когда хулиганы нападали на рок-концерты, которым не нравились какие-то звуки рока. Такие противные, ужасные. Я продолжу цитировать на этот раз. Давайте я про деньги поговорю. У нас была такая одна лазечка. Вот мы ее и сделали. Это была студия «Колокол». В студию «Колокол» мы влили в свои личные фонотеки. То есть такой был Виктор Алисов. Он и сейчас есть. Он сейчас продюсер кино. Сейчас его известный фильм «ДМБ». Сейчас он сделал еще самоубийцей фильм, как продюсер. Он тогда был тоже со мной, так же, как член совписателей. Вот его фонотека. У него был отличный друг, его звали Юра Севастянова. К сожалению, его сейчас нет. Этот человек придумал очень хороший термин. Русский шансон. И вы знаете, что из этого термина сейчас происходит. Вот эти люди со своими фонотеками организовали студию «Колокол» при Московской Рокубратории. А Министерство культуры нам купило магнитофоны. То есть хорошие магнитофоны. Мы их уговорили для записи, для учебных пособий. Так вот на этих магнитофонах мы тиражировали весь рок всего тогда Советского Союза. Это самая важная вещь, которая была на то время. Потому что Москва, Ленинград, Свердловск – это крупные миллионники. Там были рок-клубы. У них были записи. Но были еще и деревни. Были поселки. Был поселок Веркатуре, где была группа водопад. Я думаю, что эти деревни были крайне вам благодарны, что до них доходила эта кассета. Они были благодарны, когда к ним попадала запись. Но там тоже были люди, которые играли эту музыку. И они нам присылали. Мы мешками с почты оттаскивали их записи, их письма. А письма-то что писали? Самое трогательное письмо запомнилось? Самое трогательное письмо мне запомнилось. Я, говорит, в каком-то красном лапте работаю скотником. Меня все не любят, потому что у меня длинные волосы. У меня нет гитары вообще никакой. Я их выпилил. И вот я пытаюсь что-то играть. И вот когда мне пришла запись группы «Зоопарк», мне стало очень хорошо. Такие письма. Мне присылали письма. Мы не могли на все письма отвечать, потому что это были мешки. Один человек вырезал марки. Видно, у него не было денег на марки. Он вырезал марки из каких-то журналов и газет. Наклеивал их и отправлял нам письма. Я эти марки собирал. А потом у него, видно, кончились изображения наших марок СССР. Он стал иностранный. В Бразилии присылали. Такие письма тоже доходили. У нас, к сожалению, сейчас нам письма уже не пишут. Может быть, просто марок уже тех самых советских. Да иностранных тоже. Проще позвонить. Юрий из Москвы нам позвонил. Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня слышно? Да, слышно хорошо. Это замечательно, что сегодня в это время можно поговорить о роке, посмотреть какие-то старые записи. И вообще тема рока, как пел тот же самый Гребенчуков, рок-н-ролл, не мёрз в данном случае, а именно жив. По поводу первых записей, которые мне удалось записать на бобины в том числе, были концерты «Исокосного лета» и «Машины времени». Записи, как сейчас помню, были глухие, как из-под подушки. Но тем не менее, это была совершенно новая музыка после того, что мы слушали по телевизору. То, что мы видели на концертах в официальных программах. Хочу сказать, что произошло это в упомянутом уже здесь институте, в котором учился Александр, я тоже выпускник МИИТа. И, собственно говоря, учился на электрификации, железных дорог. Может быть, вы тоже учились там же, я не знаю. А я на станцию Хузлов. И в ДК МИИТе в том числе ходил на дискотеки, слушал музыку. Многие жокеи использовали тогда записи именно русских рок-групп на дискотеках. Один раз даже мне удалось провести факультетскую дискотеку в ДК МИИТ, не забывая время, замечательное время. Но большое вам за это спасибо. В общем, это было високосное лето и первые записи Машины Времени. Спасибо вам большое за подробнейший ответ, за те воспоминания, за те благодарности, которые вы адресуете и Александру, и Владимиру в сегодняшней нашей встрече. Действительно, может быть, до вас не очень хорошего качества доходили вот эти записи, но изначально первоисходник, он исходил хорошего качества, да? Достаточно хорошего, да. Високосное лето, если Юра имеет в виду этот концерт в МИИТе, то там он не записывался. А я потом организовал концерт, когда уже работал в Мозге Паратранса, за что мне галочку одну поставили. Потом еще было 2-3 галочки, это «Удачное приобретение», «Машина Времени». И я выбыл из Комсомола. А, вот вам на вид замечания такие, да? Ну, такие, да. Запись существует. Николай из Питера послушаем, Николай давно ждет. Николай, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел, знаете, ответить на вопрос Владимира по поводу своей первой записи Рок-ансамбля. Так. Я, например, сделал свою первую запись в Ленинграде в 1980 году. Это знаменитая подпольная студия «Антроп». Это была запись группы Мишла. Я ее храню до сих пор. Правильно. Да. Молодец. Это серьезно. Я даже знаю, как альбом называется. «Дорога домой». Спасибо. «Дорога домой». Мне кажется, все, что вы говорите, такой бальзам. Бальзам. Большин. Безусловно. Пусть хранят. Это уже ценная вещь. О музыкальном самозадате наш следующий сюжет из программы Сева Новгородцева. Мы вас слушаем короткий разговор, потом вернемся в студию. Давайте понимать, что к серк в самозадате появился дай бог году 89-90, не раньше. И ты, наверное, помнишь, я уж очень хорошо помню, тиражи вот таких изданий, вот этого было порядка 100, вот этого порядка 300. Я не помню. 300 – это уже журнал. Да, но это все даже 89-й год уже, вроде бы, разгар перестройки прошел. Все равно я помню, как все это максерили. Это какие-то там, в общем, в такой стремной обстановке, какие-то военные объекты, где эти к серкси находились. Наверное, единство, ну, как сейчас это называется, инфраструктура, а тогда это было, называлось словом движения, рок-музыкантов, людей, которые о них писали, каких-то художников, фотохудожников, оно было более что ли тесным и бескорыстным, поскольку одни и те же люди могли оформлять обложку «Урлайт» или «Рокси» и могли оформлять магнита-альбомы ведущих питерских, московских, свердловских групп. И, как бы, что ли все варились в одном котле. То есть публика в зале, наверное, когда музыкант выходил к унитеру группы играть в зал на 100 человек, я думаю, что он ползала знал в лицо, знал по именам. Вот, и я не знаю, согласится ли это или нет, но порой возникало ощущение, что до Подольского фестиваля, что узы круг этих революционеров слишком далеки и нет народа, 87-й год перевернул ситуацию. Конечно, можно прокомментировать. В чем он не прав, Куршник? Нет, все тут все правы. Я хочу сказать наоборот, что вот эти все три человека, которые там сейчас показывались, они очень внесли большой вклад. Перечисляю. Все вы новгородцы. Это были передачи из Лондона, Сева-Сева, город Лондон-Би-Би-Си, которые просто все ждали. Особенно, когда он стал говорить про наши отечественные группы. Конечно, были проблемы у этих групп, потому что сразу органы начали выяснять, откуда записи, как они туда попали, на Би-Би-Си, наши враги. Но все равно это был огромный вклад. Ему огромное большое спасибо. Олег Каврига, который там присутствует... Сейчас к Кавриге перейдем. Вы распространили вот эти программы Сева для тех, кто не может все-таки Би-Би-Си слушать. Нет, Сева нет. Вот это был, скажем так, криминал. Нельзя было записывать ни Би-Би-Си, ни Голос Америки. Так как у нас была организация, и там были строгие правила, которые ввел Валерий Петрович Шаков, он был наш вождь и учитель. Мы этим никогда не рисковали, потому что мы бы тогда подставили все, и больше бы ничего не было. И сейчас бы наполовину было бы в выжженной пустыне. Хорошо. Так Каврига. Мы даже не занимались видео. Каврига. Это совершенно потрясающий человек. Он до сих пор тянет этот воз. У него вот это вот отделение выход. Вот только вчера мне позвонил его правая рука Женя Гопеев. Они опять взяли у меня запись, и опять они выпустили аквариум. Вот сейчас, 2012 год, они опять выпускают двойной аквариум. И это совершенно некоммерческое. Ветераны. Не стареют душой ветераны. Они ветераны. Да, они тянут этот воз. Ну, я уже отошел. Ну, и Кушнир, конечно. У меня уже вот сайт. Я все-таки делаю музеи. А они вот делают артефакты. Они делают. Кушнир. Это тоже потрясающий человек. У него есть две книги, которые вообще не бывало. Рук-энциклопедия вы имеете в виду? Нет. Первая книга у него «Золотое подполье». Пророк журналов, о котором он говорит. Вторая книга – это 100 магнитофонных альбомов. Особенно первая часть. Когда он раскопал всех писателей, всех их поднял. Почему они писали? Как они закончили? Что у них, так сказать? Почему они этим делом занимались? Я считаю, первая книга – это шедевр. Я просто никогда не думал, что он напишет такую книгу. Не то, что про меня, а вот про всех. Я не согласен с Кушниром в одном, что он не упомянул в книге про подполье, хотя, конечно, это не подполье, наш журнал «Вздвиг», который выпускал в «Сковской руководитель» в первой книге. А я говорю про 100 магнитофонных альбомов. Потому что это был стопроцентный самоздат. Потому что мы делали это на Ксерксе. Мы делали красивые журналы с картинками. Я в тот момент впервые увидел, это значит, год 87-й, я впервые увидел журнал «Вог». И мне понравилось, как этот журнал делается. И вот мы с помощью ножниц, клея, фотоувеличителя, фотобумаги делали нечто похожее на журнал «Вог». Набор был на советских компьютерах БК, что называется «бортовой компьютер», а не «бытовой», к слову говоря. И вот на тех матричных принтерах, которые тогда стояли, которые ужасно жужжали, вот такие, как вот такой рой пчел, когда вводились все эти тексты, все это вклеивалось, все это ксерилось, фотографии делались через растр, это огромный такой труд, безумно интересный. И, кстати говоря, вышло несколько очень известных художников. Это Дмитрий Щепин, во-первых, который потом был одним из основателей «СПИД-Инфо», и Петя Барбаринский, который долгое время работал главным художником журнал «Огонек». Я понимаю, что Кушнер был некой конкуренцией еще для вас, и продолжает им оставаться в последний день, поэтому вы, конечно, можете выступить героем-антагонистом. Но давайте 15 минут посетим и другим разговором тоже. Михаил из Москвы. Здравствуйте, Михаил. Добрый вечер. Добрый вечер. Я немножко хочу рассказать о времени чуть раньше, чем матричные принтеры. В 1975 году я поступил в МИФИ, соответственно, ну как бы в прямую занимался в то время в так называемых рок-группах. Был в любительской рок-группе, общался в джаз-студии Козлова, соответственно, я вот что хочу сказать. Здесь немножко все время говорится о том, что подпольные записи какие-то и так далее. Ну вот как мы продвинутыми считались в то время людьми в музыке, мы в основном, естественно, переписывали пласты западные и слушали в основном западную музыку. А нашу музыку, ну она была все-таки по качеству именно музыки, как здесь Козлов говорил, слушали только во вторую или в третью, ну как бы, в очередь, да. В очередь, да, совершенно верно. Вот я просто хочу сказать, что я в своей памяти, в своей молодости студенческой вообще не помню никаких проблем с так называемым подпольным прослушиванием. Хруппа «Машина времени», группа «Сломанный воздух», «Бежливый отказ», в МИФИ, в общежитиях, свободно выступали в то время. Это какой год? Я говорю про Козлова, который был у нас в МИФИ председателем конкурса вокально-инструментальных ансамблей, в которых я и играл в частности. Спасибо вам большое за воспоминания. Мы вот сейчас не про пальму первенства говорим, разумеется, западную музыку слушали, еще как слушали. Мы сейчас говорим о том, как распространялся подпольный советский рок от Москвы до самых до окраин. Такое тоже было. Кто этим занимался? Таких человек, по-моему, было всего шесть, да, вот таких крупных, я имею в виду вас, писателей. Нет, там разные были люди. Вот, например, Тропила, Вишня, Леша Вишня. Они записывали ансамбли. Они именно создавали сам шедевр. А вот мы уже, вот Алисов, Севастьянов, я, Вова Горосова. Вы уже переписывали этот шедевр на кассеты? Нет, кассеты еще тогда не было. Были бобины. На бобины переписывали. Также был Серега Фирсов. Он занимался и тем, и другим. Он записал, например, Янку, записал Гражданскую оборону, записал вообще шедевры фактически. Но он еще и распространял. То есть вот общение было на этом уровне. Теперь что я могу сказать про Москворечьевого товарища? Там был, да, Мифи, это рядом дворец культуры Москворечьевого. Там был джазовый клуб, там огромный зал, там были джазовые абонементы, там было сосредоточение джазовых музыкантов. Джаз тогда разрешали. Там Баташов вел абонемент, потом он написал книгу «История советского джаза». Но что осталось от записи этих? Трио Ганелина выпущено в Польше, там, в Лондоне. Вот человек наверняка ходил на эти концерты и сам играл. Да, машинное время там играл один раз или два раза. Но он сказал слово «общежитие». Как можно рок-концерт вообще было устраивать в общежитии? Почему у нас было в Москве тысячи клубов, а они играли на танцах в общежитии? Только потому, что это были танцы, комсомол организовывал, и там не вентила милиция. Только поэтому. Вежливый отказ нельзя было слушать в общежитии. Это нонсенс. Нужно было залы. Конечно, Аксид Семенович очень здорово, по-моему, а в джазовой школе были гигантские музыканты. Там был Гена Хаченко, барабанщик, знаменитый второго дыхания, который изобрел удар хлыстом. Такого вообще в мире не было. Но от них нету зависимости. У нас мало времени остается до конца эфиров. В чем с вами не могу поспорить абсолютно, то, что вы, во-первых, продвинутый человек, судя по вашему распространенному, развернутому ответу относительно той музыки, относительно доступности к той музыке. И здесь тоже сидят продвинутые люди, безусловные. И Троицкий когда-то рассказывал мне о продвинутых людях, поскольку именно такие увлекались тогда рок-н-роллом. Вообще у нас практически все талантливые, эксцентричные, по-хорошему сумасшедшие молодые люди так или иначе имели отношение к рок-музыке. То есть рок был таким универсальным магнитом. И туда уводило всех. Причем очень многие из тех, кто в то время занимался роком, потом оттуда ушли и стали там кто кем. Художниками, писателями, серьезными музыкантами и так далее. А тогда как раз у нас была масса таких изумительных фриков в рок-музыке, потому что, я думаю так, ни одно неполитическое действо в тогдашнем Советском Союзе не давало столько простора для самовыражения, как рок-музыка. Не могу только подписаться под этим господин или по-русски по-советски говоря товарищ Марышкин и товарищ Агеев, безусловно. Да, все верно. Да, все верно. А вот и кинематограф был заряжен роком. Ну, просто все. Фотографы. Дизайнеры одежды. Кинематограф. Соловьевский. За кольцо у нас такая есть небольшая в нашей программе. Лариса нам дозвонилась из Москвы первая. Лариса хочет, видимо, что-то дополнить. Да, Ларис? Здравствуйте еще раз. Извините, что я так назойливо склинилась. Я знаю, почему вы так назойливо. Я просто хотела сказать... Нет, нет, нет. Я хотела, чтобы обязательно вспомнили Алексея Дидурова из его рок-кабарета. Дидурова, да. Конечно, да. Он был у нас. Алексей Дидуров, да. Штемпиональный совет. Да, очень хороший. Лариса, а почему вы отказываетесь от Дизко-аквариума? Я не отказываюсь, я очень люблю. Спасибо большое. Но я думаю, что... Не моя, конечно, задача выбирать, кому это будет отправлено. Спасибо вам большое за звонок. Если у вас есть, тем более, личный диск от БГ. Я слышал, что БГ в свое время пытался вам какую-то там конкуренцию-альтернативу составлять, сам пытаясь распространять свои диски, сам оформляя свои диски. Нет, ну это просто... Он несколько сделал копий. У меня такие копии хранятся с его наклеенной фотографией. Тоже тут и течище такое. Отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев наклеил. Но это просто... Ну, когда группа едет в какие-то гастроли в другой город, у них нужно что-то там иметь. Хотя в этом городе уже все было. Пока мы Артема Троицкого смотрели, нам какая-то посылка пришла, Саша, на стол. Что же это такое у нас лежит на столе? Это, ну как, не посылка. Расскажете? Вот Саша пришла черт. Можно я покажу нашим дателям, а вы скажете, с вещем я показываю эту пластинку. Да, да. И просто вот как бы деятельность всех подпольных писателей и моя личная, я записал эту запись в своей квартире в 86-м году. То есть то, что вот на этой пластинке находится, да? То, что на этой пластинке. У вас в квартире записывается? Да. Это первая пластинка, которая была издана Башлачевым. Я целый год ходил на фирму «Мелодия», тогда существовала фирма «Мелодия», и целый год я пытался выпустить эту пластинку. И через полтора года она вышла. Слушайте, у нас так мало времени, если вы будете побыстрее рассказывать об этой коробке, я буду вам очень благодарен. Доставайтесь. Вторая пластинка. Значит, благодаря этой пластинке вот вышла вторая пластинка. На «Мелодии» была чудесная девушка Ольга Глушкова. Она была редактором. Я даже не представляю, как она там держалась, но ее вот не уволили. Все пластинки, которые подписаны редактором Ольга Глушкова, можно смело брать. Это супер пластинки. А на «Оплушке» я смотрю известные «Четыре лица». Да, «Битлз» я имею в виду. А вот пластинка, которую записал «Вишня». Правда, эту запись он сделал. Леша «Вишня». Третья столица. Ну, вот это был такой период, когда фирма «Мелодия» начала уже умирать. Когда вы все больше и больше составляли ей конкуренцию, да? Да, да. То есть мы победили. У нас получилось так сказать, что мы победили. И вот теперь я хочу показать пластинку, которая... Когда вы окончательно победили «Мелодию» уже, да? Это нет. Когда ее уже просто нет. Это уже «Мелодии» давно нет. Это 2012 год. Эту пластинку сделали только сейчас. Где ее выпустили? И ее выпустили в Германии. Потому что в России все прессы, на которых делались пластинки, были проданы, когда СССР скончался. И вот эту пластинку сделал «Союз Мелодии» и «Выгород». То есть сейчас все прессы, знаменитые фирма «Мелодия» находятся в Германии, да? Да. И вот теперь оттуда мы вывозим пластинки. Вот в связи с этим, вот все-таки я 40 лет собирал эти записи. Меня оцифровано за 10 лет. Вот я сделал свой сайт «Рок и нет». Страшно сказать, сколько у вас? 10 лет я оцифровал. Оцифровано материалом. И вот я оцифровал. Моя супруга еще работает с нами. Марина Павлова. Она делает дизайн сайта. И осталось еще огромное количество. Огромное количество пленок, которые нужно оцифровать. И моя мечта все-таки сделать музей отечественной рок-музыки. Потому что он просто необходим. Вот я делаю сейчас виртуальный музей. И нужна какая-то помощь. Поэтому я, если пользуюсь вашей передачей, хотел бы обратиться. Мне не нужны никакие записи. У меня достаточно и это мастера, и мы менялись и стропила, и у нас были свои мастера. Но вот сама оцифровка этих гигантского количества километров и то, что нужно для музея старой фотографии, нужна какая-то рок-журналистика обязательно, чтобы люди, которые сегодня вспоминали, как было, если бы они написали на сайт rockonet.ru какое-то свое впечатление от какого-то концерта в Мите, в Москве, в какой-нибудь деревне, приезжала машина времени, вот я попал, мне сейчас уже 70 лет, а я торчу, мои дети тоже. Вот это было бы очень ценно для музея. Потому что я стараюсь на все письма отвечать, но просто у нас не хватает времени. Ну дай бог, чтобы нас услышали и откликнулись. Я думаю, что вы не зря все это произнесли сегодня. Это интересно, потому что все это сохранено. Вот пример это то, что выпускается до сих пор. И самое удивительное, что творчество было настолько массовым, что до сих пор, вот я, например, занимаюсь историей музыки, каждый год, может быть, даже каждый месяц открываются для себя какие-то новые ансамбли вот из того времени. Вот недавно нашлись записи одной из первых питерских русскоязычных групп «Кочевники». Оказалось, что это невероятно красивая команда. Она, может, очень простую музыку играет. Может быть, конечно, она не играет не такой навороченной композиции, как там играли «Пинг Флойд», или «Оэзерепорт», или «Сантана». Но это душевная музыка. Это музыка, пропитанная тем настроением, которое у нас в то время, а это 70-й год, существовал. Это мечта, это надежда, так сказать, на какое-то очень светлое, яркое будущее. Кочевники в какой-то степени реализовали себя в музыке. Они стали все-таки ансамблем филармоническим. Они много поездили. Володь, у нас одна минута до конца эфира. Вы пропиарили всех, кому хотели пропиарить. Вы большой молодец. Нам нужно кому-то все-таки вручить этот диск. Да, гости мои дорогие. Кому отправляем? Ну, может, вот этой девушке, которая самая первая. Которая самая первая и самая последняя, да? Которая очень любит ее БГ и рок-музыку в целом. Ей понравится записываться. У нее есть этот альбом, но здесь качество. Ей понравится звук больше. Чем уникален альбом? Мы говорили уникальный, а не калей. Это записал Тропила на мастер-лент. Тропила – это тот ваш? Да, это тот, который записывал этот альбом. Вот. Это копия с мастер-лентой на 38. Это хорошая вещь. Я думаю, что это понравится. Опа. Вот так вот это выглядит. Вот так это выглядит. Ларисочка, мы отправляем вам. Поскольку вы нам звоните часто, то вы можете сегодня не перезванивать, допустим, завтра или в следующий эфир нам позвонить, сообщить адрес или как-то встретимся, пересечемся. В руках какой посидим? Послушаем все это, пригласим Марочкина, Агеева. И мне кажется, неплохо проведет вечер и скажем все, что сегодня не успели сказать. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Извините, если что-то не успели. Я думаю, что вы снова к нам придете, да? С удовольствием. Будем стараться. Друзья, пока присаживайтесь, пока присаживайтесь. Мы еще в эфире с вами находимся. Целых 10 секунд будем находиться еще. Владимир Марочкин, Александр Агеев были у меня сегодня в гостях в прямом эфире. Буду ждать вас в понедельник, как обычно, в 22 часа. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова